здравствуйте меня зовут алексей саев и сегодня я расскажу о том как советский союз готовился к второй мировой войне конечно точная дата начала новой большой войны еще было никому неизвестно но тем не менее еще на подписание версальского договора прозвучала знаменитая фраза это не мир это перемирие на 20 лет в ревущие 20 конечно еще не задумывались о том чтобы бежать изо всех сил и готовиться к большой войне но 1927 году произошла так называемая военная тревога когда советский союз оказался на грани войны западными державами и в этот момент задумались о том какой должна быть красная армия что нужно сделать для того чтобы защитить свою страну в новой большой войне сомнений повторюсь том что эта война рано или поздно будет не было абсолютно никаких ключевую роль в подготовке красной армии к второй мировой войне сыграли несколько человек и одна из фамилий которые нужно назвать в этом ряду это тухачевский михаил николаевич тухачевский сонный 1929 год позднее его конечно назовут годом великого перелома но в начале 1929 года а переломе тоже еще никто в широких кругах не задумывался о том что этот год будет годом великого перелома и о том что в одночасье рухнет биржа соединенных штатах тоже еще всерьез никто не задумывался однако тухачевский будучи в то время командующим ленинградского военного округа округа крайне важного для страны советов хотя бы по той причине что он находился близко границам тухачевский пишет ряд записок высшему руководству страны и в этих записках он называет совершенно фантастические цифры того количества боевой техники которое нужно было подготовить для будущей войны он говорит о 40 50 тысяч танков он говорит о десятках тысяч самолетов и самое главное он говорит о огромном количестве дивизий о том что дивизии красная армия должна иметь больше двух сотен все это на фоне того что красная армия в тот момент с трудом втискивалась по военному бюджету в численность около 600 тысяч человек все это выглядело как абсолютные маниловские мосты с лавками лавками вокруг и экспертом по записке тухачевского стал борис михайлович шапшников тот человек который обладал большим штабным опытом и которому безраздельно доверял сталин и это безраздельное доверие сохранилась вплоть до великой отечественной войны вплоть до смерти борис михайлович ожидаемо шапошников разгромил записку тухачевского и речь шла о том что бюджет советского государства был заметно ниже чем минимальные требования которые предлагал тухачевский вся расходная часть бюджета была вдвое меньше той суммы которая требовалась на вооружение той армии тот армии будущего о которой говорил михаил николаевич казалось бы что за никчемные фантазии тухачевского даже отдернули лучше бы занимались делами своего округа чем писали эти фантастические записки и действительно история говорила о том что подобные фантастические проекты на редко воспринимаются сразу к исполнению и даже к пониманию перелом произошел неожиданно в ссср была такая организация госплан ссср был насквозь цифровизирован не в современном конечно смысле но в ссср очень любили цифры составляли планы таблицы графики одним из этих направлений было военное планирование и вот то же время на рубеже 20-30-х годов военный отдел госплана его молодой сотрудник всего-навсего 34-летний сотрудник по фамилии снитко обратившийся к экспертам посчитал что нужно красной армии для того чтобы реально противостоять коалиции из западных держав результат был немного неожиданным снитко собственно банально сводил цифры те цифры которые ему представляли эксперты и он их просто интерпретировал и пересчитывал в масштаб итоговые цифры того что требовалось красной армии оказались удивительно близки к тому что предлагал михао николаевич тупачевский неожиданное сложение вот этих вот двух независимых данных привело к тому что сам сталин который до этого разносил достаточно резких выражениях тупачевского перед ним извиняется и более того на очередном партийном форуме они встречаются и долго друг с другом разговаривают и пожалуй именно тогда решалась судьба страны хотя никто об этом еще не знал еще никто не знал что именно в тот момент нужно было принимать ключевые решения и бежать изо всех сил есть еще одна известная фраза которую произнес сталин мы должны пробежать 100 лет за 10 или нас сомнут вот это или нас сомнут она напрямую следовало из тех расчетов которые давал и тухачевский снегков конечно совсем другое дело было с танками те танковые массы которые предлагал тухачевский они разумеется были штукой нужной полезной конечно могут возразить что те танки которые были в советском союзе в начале 30-х это боевые машины с тонкой броней слабыми пушками но при всей справедливости этих упреков нельзя не отметить что для того чтобы произвести начале 30-х танки со слабой броней и слабыми пушками уже нужна была промышленность и огромным достижением предвоенного периода стало создание адекватной дееспособной промышленности промышленности как общего назначения потому что я думаю никто не будет спорить что стали плавильные заводы нужны не только и не столько для производства вооружения масштабная индустриализация которая была запущена в том числе под влиянием написанного тухачевским она конечно же стала спасением страны в тех тяжких испытаниях которые выпали на нашу долю в сорок первом секторе года даже само смещение промышленности на восток потому что одним из краеугольных камней советской индустриализации было то что развивалась не только традиционные регионы промышленного производства это юг страны такой термин был тогда в документах юг это был юг украинской сср это та промышленность которая развивалась еще при царе и разумеется на ее базе было проще строить новые дом на новые шахты новые коксохимические батареи любую промышленность проще было строить в регионе в котором уже есть для него базу но большим достижением было то что часть базы смещалась на восток строилась магнитка строились заводы как военного назначения так и сугубо мирного на урале по вложье и когда к нам пришел враг у нас были заводы которые не затронула немецкая оккупация вот что было индустриализация не просто количественный рост но еще изменение расположения заводов и фабрик по территории страны тухачевский предлагая вот эту массу танков не предвидел к сожалению тех линий развития которые требовались в реалиях второй мировой войны приходится признать что в предвоенные годы советская военная теория во многом ориентировалась на опыт первой мировой войны без его радикальной переработки среди тех фигур которые выстроили стран советскую стратегию те кто были отцами советской военной теории всегда выделяют трианда филу владимир кириакевич трианда филов автор теории глубокой операции теория глубокой операции она строилась вокруг проблемы прорыва самым главным что было в написанной трианда филом книги это была проблема прорыва фронта позиционного фронта первой мировой войны то что стало ядром военной теории blitzkrieg а немецкого blitzkrieg потому что первоначально те положения которые сделали просто технически возможно проведение blitzkrieg of на западе на востоке против польши против франции против советского союза все это зародилось в глубинах рейхсферы то что придумали немцы носила до определенного момента абсолютно уникальный характер это была теория использования крупных механизированных соединений тех войск которые впоследствии на полях второй мировой войны будут окружать армии фронты обрушивать оборону миллионных армий но все это будет потом то что предлагал тухачевский это были расчеты общего характера и они исходили из использования танков в большей степени конечно в традициях первой мировой войны это разумеется не являлось само по себе кромовой если мы посмотрим на то как применялись танки в ходе второй мировой войны мы увидим что использование боевых машин в стилистике последних лет первой мировой войны она тоже присутствует большая масса бронетехники и красной армии и армий союзников она использовалась для непосредственной поддержки пехоты пехотинец атаку которого поддерживает танк конечно же будет действовать лучше и эффективно идти по следам танков на поле боя пехов сугубо пехотной атаки это тоже хорошо правильно поэтому сами по себе идеи оснащение красной армии большим количеством танков они были вполне здравыми и использование этих танков не только и не столько для массированного удара это тоже было адекватно реалиям второй мировой войны точно также каком году сорок четвертом или сорок пятом американские обычные пехотные дивизии мили батальон танков батальон истребителей танк это нормально и конечно же готовясь строить танки готовя строить танки в больших количествах советский союз готовил почву которая позволила производить те самые тысячи десятки тысяч танков в ходе второй мировой войны и не будет никаким преувеличением сказать что идеи тухачевского с массами танков выдвинуты еще в сонном двадцать девятом году они косвенно спасли страну сделали ей стальной щит который защитил наше государство под ударами танковых линии блицкрика план барбаросса не был реализован немцы не дошли до линии архангельск астрахань не дошли они до этой линии благодаря стальному щиту из тех танков которые производились с начала 30-х годов несколько более своеобразная ситуация с авиацией госплановец нитко и тухачевский предлагали десятки тысяч самолетов это тоже отвечало необходимости массированную использование техники вообще если свести идеи которые предлагал и тухачевский и другие наши теоретики в отношении использования техники на войне тухачевский прямым текстом говорил что не так важно число дивизии сколько важных техническое оснащение идея забросать врага массы железа она была абсолютно здравый абсолютно разумный лучше обеспечить пехотинца автоматическим оружием бронетехника дать ему поддержку с воздуха и тогда плата кровью на войне будет меньше это расчеты расчеты профессионалов которые прекрасно понимали что силы народа не бесконечно и количество тех молодых людей которые способны поставить страна под ружье она ограничен строить войну на людях на живой силе просто нерационально нужно победить техника причем когда обсуждались вопросы связанные с количеством тот же снитков говорил о том что есть задача минимум задача максимум и при решении задачи максимум то есть большого количества того самого железа ну или в случае с самолетами алюминия задача просто будет решена быстрее причем заметим когда писал свои записки тухачевский и составлял свои таблицы снитко это был период до нацистов нацисты еще не пришли к власти однако считалось что до советскому государству может угрожать коалиция из лимитрофов прибалтики польши румынии и они будут поддержаны индустриальной мощью ведущих стран запада тогда был именно такой сценарий когда к власти пришли нацисты на ситуация радикально поменялась расклад сил в европе поменялся поменялся конечно же не в лучшую сторону в тот период тухачевский тоже прямым текстом писал о том что наш будущий враг германия что самое любопытное текст статьи тухачевского на эту тему испечрён текста имею ввиду черновика был испечрён пометками сталина по существу высший руководитель государства правил ту статью которую писал военный профессионал сомнений уже не было нацисты стали нашим главным врагом в ходе второй мировой войны возвращаясь к самолетам возможности авиации скачкообразно росли в 30-е годы и переход от танкобронных и вооруженных не пойми чем танков к машинам способным выдерживать выстрелы пушек немалого калибра схожая эволюция была и в воздухе проблемы был не только сам самолет его возможности которые год от года изменялись требования к воздушным бойцам менялись вопросы были еще и в оперативном использовании тогда активно обсуждалась на страницах печати доктрина итальянского воздушного теоретика джулио дуи ну конечно же она не была применима стопроцентно к советскому союзу да и германии да и ангеле к любой другой стране джулио дуи писал свою теорию для италии которая была сравнительно короткая сухопутная граница находящая гористом рельефе и то что предлагал дуи буквально она работала очень узком диапазоне военных ситуаций однако сами по себе идеи крупных авиасоединений способных наносить сильные удары по военной промышленности по городам по узлам дорог конечно же они увлекали военных теоретиков да и тех кто непосредственно строил военно-воздушные силы однако в силу в том числе стечение обстоятельств и германии советский союз сконцентрировались больше степени на поддержке войск на поле боя это было связано с каким-то поворотами в жизни отдельных личностей случай с германией гибель 1 авиационных генералов в авиакатастрофе напротив активное использование продвижение тех людей которые получили своеобразные потаспания на развитие советской авиации и на ее облик перед второй мировой войны повлияли том числе репрессии против авиационных командующих тех людей которые продвигали определенные теории например репрессии против фалкснеса привели к миграции советской авиации ближе к пуль боя может так выразиться конечно же не отказу полному но тем не менее к меньшему интересу к ударам стратегически то есть ударом крупных масс авиации по каким-то политическим промышленным центром индикатор дееспособности страны 30-е годы было количество производимых самолетов все считали у себя и у друг у друга количество произведенных в месяц в год самолетов причем независимо от их типа и даже каких технических характеристик и провал франции производстве самолетов ограничены успехи британцев они в том числе они привели к мульхен потому что пришлось идти на политический компромисс а при решении задачи противостояния нацистам пока еще на дипломатическом помощи в ссср производством самолетов ситуация была много лучше ну и самое время задать сакраментальный вопрос а что если как все знают михаил николаевич тухачевский был репрессирован ему не суждено было отражать вторжение немцев он пал жертвой политической борьбы предвоенным советском союзе и задается вопрос а что если а если бы тухачевский если бы свечин если бы алкснеса не остались в самой постановке вопроса кстати заключена ошибка даже гибель даже выбывание из числа активных участников военного строительства того или иного человека не означает автоматически потерю его наследие и здесь примером являются собственно идеи как тухачевского так и свечина те мысли те концепции которые закладывались в советской военной теории они сохранялись независимо от репрессий не было радикального перетряхивание всех уставов во имя каких-то мифических конников это глубочайшее заблуждение советские уставы наставления по использованию в том числе танковых войск они существовали они печатались независимо от того что те люди которые стояли их истоков их формирование написания они подвергались репрессии да где-то могли что-то вымороть но сами концепции надолго переживали своих авторов точно также надолго пережила свечина его концепция перманентной мобилизации все те вещи которые он написал все те вещи которые он излагал и на бумаге в каких-то своих выступлениях все это осталось в красной армии зачем далеко ходить за примерами три андафилов погиб в подмосковье в авиационной катастрофе это абсолютно не помешало тому что разработана им теория глубокой операции сохранилась как концепция в красной армии и много сделавший для строительства вооруженных сил то ипостаси в которой она существовала в тридцатые годы михаил николаевич тухачевский отправил в будущее и свою концепцию количество соединений если мы посмотрим на красную армию июня 1941 года пожалуй одна из самых удивительных вещей заключается в том что она в немалой своей степени была отражением тех записок которые писал михаил николаевич в 1929 году 240 дивизий скажем пехотное звено даже численность армии когда шло такое горячее обсуждение концепции тухачевского он корректировал даже объяснял людям сколько это дивизии в сколь называется сколько в штуках и вполне четко обозначал что речь идет до мне его 10 даже миллионной армии там о 5 миллионах которые будут существовать именно в том количестве дивизий которым он говорил красная армия в июне 41 года до мобилизации почерпим до мобилизации конечно это 5 миллионов 400 тысяч включая призванных на учебный сбор то что было запущено за 12 лет до 1941 года это все было реализовано реализовано разумеется не как тот карандашный набросок который имелся у михаил николаевич тухачевского двадцать девятом году но уже куда более осмысленно существовала пехотная составляющая возможности мобилизации это пехотная составляющая с наращиванием общей численности личного состава по мобилизации существовали 20 тысяч танков причем уже танков принципиально отличающихся от тех которые могли быть на чертежных досках двадцать девятом году советскому союзу удалось за тридцатые годы сделать очень много очень много особенно в сравнении с другими государствами все познается в сравнении да в строительстве советских вооруженных сил было немало недостатков самым главным недостатком было то что не тухачевский не многие другие военные теоретики не додумались до концепции тех идей которые лежали в основе германских теорий использования танковых войск к сожалению немцы опередили всех не только нас и англичан и французов они опередили в идеях использования крупных масс танков самостоятельных соединений и последствия это были конечно устрашающими ужасающими уже по состоянию на 41 год еще до войны целая страна франция рухнула под ударами немецких танковых соединений и объединений объединение танковой группы ничего равного этого в ссср не существовало не существовало в том числе и на страницах тех теоретических работ статей книг которые сдавались 30-е годы дело было совершенно не в репрессиях не в гибели тухачевского и других людей которые работали над теорией воплощением этой теории в практику существуют идеи которые до опережают время вот это опережающее время идея появилась к сожалению в человеконенавистническом нацистском государстве эта идея использования танков крупными кулаками танковая дивизия 16 тысяч человек танковый корпус по состоянию на сорок первый год моторизованные назывались моторизованные в документах постоянно называют танковыми это 50 тысяч человек танковая группа 150 200 тысяч человек ни в какое сравнение советские механизированные корпуса даже в их модернизированном варианте 30 тысяч человек не идут ни в какое сравнение это то что теоретики не доделали не додумали от них вина они так сделали очень много для вчерашней аграрной страны но это была огромная проблема и стоящие у границы 41 года четыре танковые группы были совершенно сокрушительным средством который принес неисчислимые беды и страдания конечно еще одна вещь которую проработали недостаточно хорошо в 30-е годы это концепция начального периода войны по начальному периоду войны были очень разные представления и надо сказать что единого мнения просто не существовало существовало мнение и сердценно говорившего о новых формах борьбы но существовало и мнение шиловского причем задумались об этом задолго до польши пример показывал китай когда японцы напали внезапно называется на мирно спящие аэродромы и гарнизоны и это заставило до задуматься над тем как она будет в новой войне но опять же до конца такие идеи того как должен развиваться начальный период войны доведены не были то что враг может напасть сразу главными силами это считалось невероятным мы не такая страна как польша эта фраза прозвучала в москве на заседании высшего командного состава из уст клёнова чек профессионального начальника штаба прибалтийского особо военного округа и да эта фраза отражала то мнение которое имели очень многие на разных уровнях советской войны иерархии к сожалению при безусловной верности по форме мы действительно не такая страна как польша но механизм сокрушения советских особых округов летом 41 года происходило ровно по той же схеме по которой сокрушали польшу но в других масштабах и мы не такая страна как польша опять же если уж по сути обращаться да мы были не такая страна как польша и мы сопротивлялись по-другому но мы были такая страна как польша в отношении концепции начального периода войны и в отношении катастрофического запаздывания принимаемых перед войной мер по приведению войск в боевую готовность и в этом мы оказались в том же положении в котором оказалось польское государство 1 сентября 1939 года разорванные на несколько эшелонов подставившиеся под удар с разгромом по частям все это было 22 мобиль дело было здесь не репрессиях сделано опять же было очень много страна очень здорово подготовилась к второй мировой подготовилась и экономически во многом технически с тем самым количеством самолетов производимых в сутки в месяц с новыми танками которые дали огромный запас на модернизацию и реально были королями поля боя но все же начало войны было трагедии было трагедии для очень многих и в том числе с точки зрения советского и материи но на помощь придет другой человек тех кто жил в 30 по фамилии свечи но об этом я расскажу позднее в других выпусках нашего курса лекций а пока спасибо за внимание всего доброго до свидания а